В спортивном зале школы-интерната номер 9 имени маршала Советского Союза Дмитрия Язова в этот день было людно и торжественно. Пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» только в первый день фестиваля ГТО в школы собрались около ста человек, и это лишь четверть всех учащихся. Для нас это особое мероприятие, потому что школа имеет оборонно-спортивный профиль, практически кадетская школа, 20 кадетских классов, и занятие физкультурой и спортом здесь уделяется особое значение. Ребятам предстояло пройти испытания по шести дисциплинам. Прыжки в длину с места, наклон на гимнастической скамье, отжимания, челночный бег, бег на 30 метров и упражнения на пресс. По результатам этого базового комплекса судьи могли оценить уровень подготовки ребят и сделать прогнозы, кому из них по силам выполнить испытания на золотой или серебряный знаки отличия. Мне нравится прыжок в длину, отжимания и челночный бег. Как ты думаешь, в своей будущей профессии вот такие тестирования, что дают, с чем могут помочь? Ну, здесь, здесь дают балл за поступление, за золотую медаль, то есть это очень неплохое такое, такая прибавка неплохая к поступлению, поэтому, ну, было бы неплохо сдать отлично. ГТО – это комплекс готов, труду и обороне. Это нужно для того, чтобы наше поколение росло спортивными и сильными. ГТО – еженедельно у нас увеличивается количество зарегистрированных на 300-400 человек. Это понятно, что это ежедневно. 200 человек принимают участие непосредственно в самих тестовых испытаниях. Это показатели, которые соответствовали, так, если взять с период прошлого года, где-то месячный, ну, так, как говорится, месяцу. В этот раз у нас это практически ежедневно, что очень радует. А самое главное, нас радует отношение непосредственно руководства учебных заведений. Школа-интернат номер 9 стала пятой участницей фестиваля ГТО в школы, организованного при поддержке областного Минспорта. Проект стартовал в начале нынешнего учебного года. Всего же до конца года тестирования в рамках фестиваля пройдут учащиеся как минимум 25 школ и даже детских садов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова